Дорогие мои зрители, мы с вами отправляемся в третью усадьбу, дом музея Александра Сергеевича Пушкина, Михайловская. Это музей-усадьба Петровская. Я вам привел здесь карту с гугла, нарисовал желтыми шажками, как можно передвигаться пешком. Выбирайте сами, можно доехать и на такси. Все это стоит в размере 100-200-250 рублей машина, если передвигаться между усадьбами. Ну, если вы, конечно, без своей машины. Мы взяли, как всегда, полные билеты и на осмотр музея, тут два дома-музея, и на осмотр парка. Мы всегда стараемся, если есть возможность, купить полные билеты. Во-первых, мы очень уважаем работников музейных, потому что это огромный, часто неблагодарный труд. И в то же время уважаемый труд экскурсоводов. Кстати, скоро мы с вами побываем в домике, где жил Довлатов, который был одним из экскурсоводов Михайловского. Ну, об этом рассказ дальше, не будем прерываться. Сейчас мы с вами находимся в мемориальном доме прадеда великого поэта Абрама Петровича Ганнибала. Вы все помните фильм «Араб Петра Великого». Это как раз вот именно он, прадед Пушкин Абрам Петрович Ганнибал. Начинается осмотр со второго этажа. Здесь рассказывает экскурсовод о жизни того периода, о жизни семьи Ганнибалов. Флигель обставлен типологически, то есть от слова «тип». То есть практически ничего не осталось. Все было уничтожено, сожжено за эти времена революционные и военные. Ну, подобрано, скрупулезно подобрано предметы мебели, убранства 18 века. Портреты, гравюры, предметы прикладного искусства, характерные для того времени. На первом этаже вы можете увидеть кухню по поварню, так называемую. Здесь готовилась пища, здесь принимали гостей, здесь кушали. И, конечно же, я уже говорил об этом в предыдущем фильме, очень хочется все потрогать руками. Честное слово, хоть я уже и старый ребенок, вот, вроде как дети должны все щупать, да, но, тем не менее, очень хочется. И сейчас вы знаете, кто бывает за границей уже, да и в России, по-моему, уже началась эта эпоха, появились интерактивные так называемые музеи, где можно не только сфотографировать, сфотографировать, не только посмотреть, но и понюхать, потрогать, пощупать. Это здорово. Вы знаете, насколько сильнее ты погружаешься в ту эпоху, насколько сильнее у тебя остается все в памяти, если есть возможность пощупать. Читайте обязательно титры, которые внизу, потому что об этом я повторяться не буду. Как правило, я делаю эти титры для вас, чтобы вы могли прочитать. Титры сделаны на основе сайта, официального сайта Михайловского музея. Здесь, правда, произошел небольшой эксцесс, абсолютно для меня непонятный, я не жалуюсь, но хочу на это обратить внимание, руководство музея. Я, я думаю, посетил, ну не меньше, наверное, 200, а может 300 музеев мира. Я всегда очень внимательно отношусь к правилам этого музея. Если есть знак «Съемка запрещена», я не снимаю. Ну, как говорится, в чужой монастырь со своим уставом не пойдешь. Здесь никакого знака не было. Более того, я, приходя в музей, всегда представлялся, кто и такой, для чего делаю фильм, что обязательно фильм будет направлен и вам. Но здесь мне снимать запретили. Почему, не знаю. Фотографии, которые я вам представил при обзоре музея Ганнибалов, это фотографии я вынужден был взять с сайта, официального сайта музея, ну, так как мне почему-то не разрешили снимать. Молодая, симпатичная женщина, которая ходила за мной следом целый час, стояла прям под рукой и смотрела за движением каждого моего пальца, чтобы, не дай бог, я что-то не заснял. Очень, конечно, странно. Но это ваше право. Я тут, как говорится, подчиняюсь. Итак, мы продолжаем гулять по усадьбе Петровская. Это, наверное, самый старый парк в Пушкинских горах. Многим деревьям, которые здесь растут, почти 300 лет. А хозяин Петровского, дед Пушкина, Ганнибал, был весьма крутого нрава. Говорят, что именно с него писал Александр Сергеевич, помещико Троекурова. Помните, в повести Дубровский. Мы с вами отправляемся к точке, так скажем, кульминации, наверное, этого парка, беседка Грот. Отсюда открывается замечательный вид на все окрестности, на Михайловское, Савкину горку. А помните, когда мы были с вами в Михайловском, я вам показывал пейзаж в направлении озера Кучане и говорил, что он там, вот мы скоро будем с вами в Петровске. Вот сейчас мы находимся на противоположной стороне, и вы увидите такой же замечательный вид уже на Михайловское. В эпоху Пушкина здесь, по преданию, была пристань, и часто путешествовали не только пешком или на лошади, но и на лодке могли передвигаться через озеро от усадьбы к усадьбе. А вот какой-то, наверное, дух из Ганнибалов пришел посмотреть, как мы себя тут ведем, а иначе кто это еще мог так вторгнуться в наше с вами наблюдение, наш с вами обзор за этим замечательным парком и музеем. Парк великолепный, здесь очень хорошо дышится, приятно гулять по этим дорожкам, аллеям. Замечательное настроение. Я уже говорил о том, что пребывание в Михайловском я рекомендую, наверное, как лекарство, как лекарство для всех россиян. Обязательно, обязательно сюда приезжайте. Вы даже не представляете, какое вы получите наслаждение, какие вы получите потрясающие положительные эмоции. Выключите свои ящики, телевизоры, встаньте со своих прогнутых диванов, приезжайте сюда, погуляйте, посмотрите. Причем интересно здесь в любое время года. И летом, как вы видите, и осенью. Осенью вообще потрясающая. Мечтаю здесь побывать осенью. А еще очень хочу побывать зимой. Это вообще такое время года, когда вроде считается, что не стоит ходить по музеям. Ну, вроде холодно. А я очень хочу здесь побывать зимой. И если мне это удастся, если у меня получится, я сделаю фильм о музее Александра Сергеевича Пушкина в Михайловском в зимнее время. Прямо недалеко от усадьбы мы заметили вот такое небольшое озерко и потрясающую березовую рощицу. Невероятной красоты. Прямо от русской природы до последней капли. Ну и Алла Кошка, как всегда, увидев воду, она водяная, плавучая. Я не успел оглянуться, пока я с камеры снимал цветочки, листочки. А она уже слышу плещется вместе с лягушками. Я потом еле-еле оттуда вытащил ее, потому что две огромных лягушки подплыли и хотели ее утащить в свое царство. Но я не дал. Не зарастет народная тропа, как говорил Александр Сергеевич. Дети идут к нему.